Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Сергей Новиков, кандидат психологических наук, автор и ведущий программы «Коммельфо». «Коммельфо» — французское слово, только пишется «коммельфаут», переводится как «так, как надо». У нас обычно переводят как «этикет» или «хороший тонн», то есть поведение людей за столом на разных приемах и так далее, то есть вилка в левой, котлета в правой. Но мы будем говорить о более широких вещах, так как надо, как надо жить, как приводить в себя порядок в психологическом смысле, какие существуют правила поведения людей и взаимодействия между ними. И вот, может быть, вопросы, которые будут возникать, разберем их. Ну что, начнем? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне вспоминают один случай из реальной практики в одном из наших предприятий на заводе в Казани. Не помню, начало 2000-х годов, где-то такое, да? Ну, завод более-менее работал, хотя времена были не очень тяжелые, такие легкие, до промышленности. Два американских специалиста, инженеры или менеджеры, они приехали на этот завод, какой-то они обсуждали там совместный проект, и вот в течение недели они находились на заводе, ходили по цехам там, смотрели технологии, рабочими разговаривали. Вот через эти две недели, значит, ну, прощались, что ли, уже прощальный банкет, и вот там они директору сказали, два американца, да, Нур, если бы у нас в Америке все работали, как твои рабочие, мы бы все были миллионерами. Удивительно, да? Ведь очень часто вы слышите, от кого, кстати, публицисты есть, там, телеведущие, ученые даже, вот такая фраза, да, мы не умеем работать. Вот на Западе они умеют работать, а мы не умеем работать. Так вот, ни черта подобного. Одно из казанских заводов, кажется, умеют работать, и даже американцы позавидовали. И опять же, кто говорит, мы не умеем работать, вы не умеете, а я здесь при чем? Возвращаясь, знаете ли, к баллонскому процессу, к реформам образования. Ну, вот сейчас очень многие педагоги, ну, и справедливо, конечно, жалуются, да, ну, как же отчекрыжить целый год обучения? Был у нас пять лет специалист готовился, сейчас четыре, какой-то недоделанный специалист. Но это и так, и не так. Дело в том, что обожествовать от количества часов тоже не совсем правильно. Есть такой, ну, доктор-педнаук, ученый-исследователь, педкассистый, вот он, собственно, такую сформулил формулу, что ли, такое правило, исследовал это. Ну, скажем, эффективность учебного занятия или целого курса, оно от чего зависит? И вот такая диаграмма. На 15% это зависит вот именно от часов, количество часов на изучение. На 25% это зависит от организации педагогического учебного материала. А почему мы должны сохранять вот какие-то, может быть, старинные лекции, старинные формы обучения, молодежь другая, нигде не визуализация происходит. Чаще воспринимают и лучше визуальную информацию. Ну, там 15-25%, целая четверть успеха зависит от того, как подать информацию. Она может подаваться нестрадиционно, по-новому, действительно, с учетом психологии современных школьников, студентов. 28% успеха, это тоже очень важно, обучаемость студентов, школьников. И вот здесь уже тоже есть врожденные качества, есть то, что из школы приносится плохая обучаемость. Но где-то надо тоже над этим думать, формировать, откуда эта мотивация исчезла, почему, где ошибки. Это надо принимать во внимание. И самый большой, 32% успеха, это организационно-педагогическое воздействие. Организация и воздействие педагога, его эмоциональность, заинтересованность, мотивированность. То есть вот то, что это как-то оно человеку должно быть или он должен себя это воспитывать. Не занудное чтение лекций, да еще и гордиться этим. У меня научные лекции, зато занудные. А должно быть воздействие. То есть просто аудитория должна плакать. Математик вырывается, аудитория говорит, да, как вы не испытываете оргазм от рядов фурья? Сейчас испытаете. Собственно, галстуком вытирает с доски формулы, но аудитория служит, что вы открыв рот. Это организационно-педагогическое воздействие. Оно разными путями, не обязательно криком, эмоциями. Но когда человек равнодушен к науке своей или к студентам, которым он читает, это нельзя скрыть. Сисюка не начинается, впрочем, но это нельзя спрятать, аудитория мгновенно чувствует. Ему это самому неинтересно. А почему это должно быть интересно нам? Вот надо об этом задуматься и менять во многом, в хорошем смысле, действительно, подходы к системе нашего образования. Вот есть такое слово, термин тоже психологический, вполне научный – самооценка. Но часто говорится, в бытовых условиях, в педагогике, это звучит как нечто такое одномерное, что там хорошее, низкое, высокое и так далее. Или даже как приговор звучит, как недостаток. Вот этого мальчика слишком высокая самооценка. Надо дать ему по башке, чтобы был как все. Это не совсем правильно и не совсем так. Реально в психологии самооценка – это как сочетание двух самооценок. Самооценка плюс, самооценка минус. Самооценка плюс называется самоуважение, самооценка минус – это самокритика. Как бы в нас живут два человечка, один нас любит, уважает, ценит, хвалит, второй также ругает, критикует, вот, ну, и так-то уживаются вместе в одной голове. Причем самооценка или самоуважение, самокритика, надо понимать как буквально. Человек не может сам себя ни оценивать, ни критиковать. Любое само – это как бы ожидание отношения общества к себе. То есть я себя уважаю, потому что меня уважают окружающие. Или мне так кажется. Я себя критикую, потому что окружающие меня не любят, не ценят. Или тоже мне так кажется. Вот такой валютный коридор – самооценка плюс, самооценка минус. И в нем она колеблется, туда-сюда переходя. Вот. И здесь варианты. То есть, скажем, если это можно тестировать, скажем, по тестам, то самооценка плюс и минус – они на среднем уровне. Называется адекватная самооценка. Человек как-то реально оценит свои успехи, достижения, хорошие качества. И также реально оценит свои недостатки, неудачи. Вот так сбалансировано. Все хорошо. Но, как ни странно, это не самый распространенный вариант. Другой вариант, когда самооценка плюс, самооценка минус – ниже среднего. То есть заниженная такая самокритика и заниженное самоуважение. Вариант такой мужик. Буквой «Ы» пишется. Не мужчина, не мужик с большой буквы, а мужик с буквой «Ы» – бывший пацан. Просто размеры увеличились, пацан стал мужик. То есть, а что я такой? Я ничего себе не представляю особо, с него себя не хватаю. И что с меня и возьмешь? Вот такое заниженное отношение к себе, к обществу. Достаточно много таких товарищей. Другой вариант, третий, вернее. Завышенное самоуважение и завышенная самокритика. То есть, человек действительно, может, достойно считает, что он чем-то выше других, интереснее, талантливый и так далее. Но он себя и беспощадно критикует более высоко. Кому много дано, стало много спроситься. Он сам себя спрашивает. Человек знает себе цену. Это очень хорошо, если он знает себе цену. Вот такие адекватные самооценки, они как бы сбалансированы. Или так, вот так. А вот когда раздрай начинается, то есть, самоуважение занижено, а самокритика завышена. Такое самоедство. С детства человеку вбили в подкорку, что он всегда виноват, не одержит микропобед. Пришел из школы, получил четерку по физике. По башке надо пятерки получать, как будешь в институт поступать. Человек всегда виноват. И можно так забить ребенка, и у него вот такое самоедство. Я вечно виноват, у меня нет таких достижений и так далее. Это уже плохо. Но еще хуже, когда наоборот. С заниженной самокритикой, завышенной самооценкой, в смысле, плюсы. То есть, я такой-сякой, недостатка у меня почти нет. Ну, если утрировать. Ну, кстати, не так уж плохо, скажем, у молодых людей. Это типичный вариант. А если еще в молодости уже установилась какая-то нормальная самооценка, адекватная. А как же тогда стремиться к будущему? Поэтому молодежи очень характерны, что самоуважение завышено, самокритика занижена. Но со временем это пройдет. Это же такой валютный коридор, как говорится. Вот сейчас летом, ну, естественно, у студентов у всех высокая самооценка. Они сдали сессию, все, отлично, может, даже на пятерке. А вот придет новая сессия, снизится самооценка, да. А я вот, может, не выучил чего и прочее, потом опять поднимется. Ну, и так всю жизнь человек происходит в каком-то пределе коридора. А когда вот не происходит или не остается ровной, получаются уже нехорошие варианты взрослых людей, в общем-то, да. Ну, хорошо, если, может, такая смена деятельности. Вот в этой профессии, в этой работе у меня не получается, я уйду в другое место. Или я стану здесь, ну, стану завхозом, там, материально ответственным лицом, я становлюсь нужным людям. Я скрепки выписываю со склада, там, прочие вещи. Или, там, занимаюсь общественной деятельностью, собираю деньги на новогодние подарки детям, там, на похороны и так далее. Я нужен людям, да, уже хорошо. Второй и хуже вариант – не быть, оказаться. Вот изображать из себя, ну, я тут работаю за копейки, ну, я там занимаюсь бизнесом, пью джу, с оранжатом, у меня много друзей. В моей визитной карточке написано, что я член трех академий. Академия автуро-рводного хозяйства, Академия гинекологии животных и Академия информатизации. То есть реальным академиком не смог стать, но зато в три академии игрушечных вступил. Ну, тоже вот, не быть, оказаться. Самое худшее – уйти в эфемерный мир. Это же наркотики, мистика, алкоголь и так далее. Ах, вы в этом мире меня не цените, обижаете, я уйду в другой мир и там останусь. Но это же совсем нехорошо. Поэтому, в общем-то, надо адекватно относиться к своим самооценкам, удачам, неудачам, с детьми осторожнее. Не надо забивать их самооценку как раз. Ну, вот этот баланс надо соблюдать. Надеюсь, у вас всегда это будет получаться. Однажды на даче, ну, услышал просто, ну, не на то, что разговор. Ну, у меня там на участке лежала такая большая куча песка для строительства. И там соседние пацаны, ну, что-то ковырялись, там пески, играли в войну и прочее. Ну, как мы играли в войну, трах-бах, там ты убит, белые и красные, наши фашисты. А тут, значит, один крикнул, значит, все, я застрелил, я тебя убил. А второй отвечает ему, а у меня еще три жизни осталось. Они уже в песочке в компьютерные игры играют. Вот, три жизни у него. Вот. Тоже как, ну, поскольку я имею отношение, читаю лекции там по истории дизайна, дизайну. В интернете нашел одну же статью, какой-то такой сноб дизайнер. Ну, написал прямо такую вещь, что вот песочница вот в дворах для детей бывает только в России. Нигде на Западе такой игры или игрушек нет. Вот поэтому идиоты там, ну, и так далее. То есть, тысячу раз слышно все плохие мы, все у нас плохо и прочие, прочие вещи. Так вот, значит, когда дети играют в песочнице, ну, может, это не так уж и плохо, там очень часто происходит или проходило, когда до компьютерных игр, вот такая модель поведения людей в конфликте. То есть, когда вступают люди в конфликт, такой кухонный способ поведения, не машинальный, а их всего три. То есть, снизить ранг оппонента, показать, что он отстаивает интересы не какие-то высокие, а свои личные там или низменные амбиции. Потом подменить объект конфликта, мы спорим не о том, а вот об этом, да. Вот, или перевести конфликт на внутриличенственный уровень, сделать его внутренним конфликтом. Вот, собственно, три. Ну, а осваиваем мы их с детства как раз в песочке. Ну, представьте себе, два малыша играют, один такой слепил домик из песка, второй, даже не желая того, ну, как-то задом развернулся неудачно, ну, ступил на этот домик, сломал его. И дальше начинается конфликт. Первый малыш говорит, ты зачем мне домик сломал? Второй должен, конечно, что ответит. Ну, так не ответит, да. Ой, извини, сейчас тебя поправлю, там новый домик сломал. Он отвечает, а вот у тебя второй все равно плохой был. Сейчас ты лучше новый сделаешь. Подмена объекта конфликта. Не твоя собственность на этот домик, да. А я тебе, наверное, помог, эту уродину уничтожил, сделаешь лучше. Второй элемент, этот ребенок обиженный, у которого сломали домик, отвечает обычно, ты дурак. Дурак – это снижение ранга оппонента. Дурак вообще, человек нулевого ранга. А тот сам отвечает, сам дурак, сейчас лопатки трахну по башке. Этот перевод конфликта на внутриличностный уровень. Дурак же, может, правда, трахнет. Продолжать отстаивать свой домик или опасаться того, что получишь инструментом по голове. Вот вспомните себя в песочке, да. В общем, мы очень точно, четко в школе, в усилии, в институте освоили вот эти три типа поведения в конфликте. А есть стивилизованные способы, но о них более длинный разговор. Может быть, отдельно этой теме еще коснемся. Вот многие сетуют, а кто-то уже не обращает внимания, насколько засоряется русский язык, вот, ну, странными словами, заимствованными. Ну, собственно, в общем-то страшном тоже, может, в этом ничего нет, как неизбежность надо принимать. Скажем, вот слово «крекинг-процесс» в нефтехимии, как, простите, по-русски? Разложение нефти на фракции, но это слишком длинно, да. Говорят, крекинг-процесс, ну, еще многие такие другие технические слова, термины. Вообще-то в компьютерах много, там, или интернетовских, там, и фейк, и бот, и так далее. Вот, ну, вот всякие такие еще слова, которые, ну, скажем, вот, имиджмейкер, человек, создающий имидж, да, ньюсмейкер, человек, как бы, порождающий новости. Вот надо о нем снять репортаж, прочие-прочие вещи. И вот среди этого облака всяких мейкеров и прочих интранных слов у нас не прижилось, и тоже, может, национальная черта, еще одно слово, которое на Западе достаточно популярно – концептмейкер. Человек, делающий концепции. Какие-то планы, приказы, программы, да. То есть, он не прижилось, потому что, вот, ну, некое правило есть, да. Вот я специалист, я знаю, прогнозирую будущее. Я составил концепцию, но выполнять ее должен другой человек, который умеет это делать, организатор, имиджмейкер, там, имиджмейкер и так далее, да. А у нас национальная черта ведь какая, что, ну, я сам был чиновником в молодые годы, государственном практически. Когда чиновники пишут, ну, не знаю, проект закона, приказа, указа, да, он же знает, что он же это будет выполнять. И он оставляет для тебя лазейки. Увеличивает сроки исполнения, да. Невнятные критерии реализации этого проекта и так далее, что в случае чего прикрыть. Как бы проще было отвечать или не нести никакой ответственности. Так вот, человек, который будет исполнять какую-то концепцию, какую-то программу, он не должен ее разрабатывать. Ну, может, каким-то консультантом при разработке, но концепт-мейкер у нас не прижился, потому что у нас вот такая практика принятия решений. Решения чаще принимают не, ну, они просто подписывают верхние люди. А вот те, кто будут исполнять, они под себя-то и готовят эти программы. Оттого у нас не всегда все стыкуется практика с теорией, там, или программы с их исполнением. Наш концепт-мейкер был бы полезным словом для нашей страны. Знаете, вспоминается такой один из великих людей нашего времени, Василий Макарович Шукшин, актер, режиссер, великий писатель. Вот просто его слова хочется зачитать. Уверуешь, что все было не зря. Наши песни, наши сказки, нашей неимоверной тяжести победы, наше страдание. Не отдай этого за понюх табаку. Мы умели жить. Будь человеком. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин